Одна из основных тем, на прошедшей на этой неделе пресс-конференции правительства по итогам заседания Кабинета министров, стала тема перехода учебных заведений на эстонский язык обучения. И для тех педагогических учреждений, которые надеялись на хоть какие-то послабления в данном плане, не оказалось ни одной хорошей новости. Напомним, что еще в феврале Нарвское горсобрание обратилось с просьбой к правительству Эстонии разрешить продолжить частичное преподавание на русском языке в четвертой классах городских школ и детских садах в следующем учебном году. А уже в марте Таллиннское городское собрание также решило, что будет ходатайствовать у правительства для первых и четвертых спецклассов Лосномяйской основной школы проводить в следующем учебном году 70% обучения на эстонском языке и 30% на русском. Министр образования и науки, член партии Эсте-200 Кристина Калас накануне сказала, что правительство рассматрило просьбы Нарвских школ о сохранении преподавания на русском. Всем восьми детским учреждениям было отказано. Неутешительными оказались новости и для Лосномяйской основной школы, в которой учатся русскоязычные дети с особыми образовательными потребностями. Ей министерство образования и науки также отказалось сделать исключение в переходе на эстонский язык обучения. В экспертной комиссии было очень четко озвучено то, что никаких препятствий детям с особыми непотребностями учиться на эстонском языке не существует. Единственное, что там действительно могут быть дети с специфическими диагнозами, для которых учеба на ненародном языке будет очень негативно отразиться на их ситуации. Поэтому с каждым ребенком в этом ситуации надо смотреть индивидуально возможности. Но целым классом или целым группам в садике нет никаких оснований давать отсрочку. В настоящее время в воздухе носятся предложения в качестве нового срока сдачи языкового экзамена для всех учителей, преподающих на иностранном языке, например, иностранцев, работающих в международных школах, установить 2026 год. Ведь многие из них прибыли из стран, где прежде никогда не слышали эстонского языка, и в случае жестких требований просто соберут чемоданы и отправятся на родину, где учителя востребованы. Но тогда возникает вопрос, касается ли это учителей, которые пока преподают на русском, тоже иностранном, во вторых и третьих классах обычных школ. А таких еще немало, им нужен уровень Б2. Возможен ли индивидуальный подход? Министра пока не комментировала, поскольку ситуация обсуждается. Предполагается, что реальный уровень владения языком учителями будет известен в июле, после публикации результатов экзаменов. Но опять же, сейчас о более точных сроках решения, да и будет ли оно вообще, учитывая жесткую политику министерства, говорить довольно рано. Сергей Овченков, Михаил Владиславлев, Петр Юлевайн. Новости Таллина.